Музыка 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 Ой, да бурульгин, скот шерот камень, Ой, да стоит на лебежих на ногах, Ой, да на лебежих на ногах, Ой, да мама наша шеверных, Их ветрах, Ой, да бурульгин, скот шерот камень, Ой, да над безстраночкой стоит. Музыка 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 Уехал, и потом мне звонит и говорит, ну как ты думаешь, какая кровь у вас бегает? Я говорю, о, не знаю, много. Русской нету, якутской нету, польской нету, юкадыра-евенская кровь. Я говорю, я так и знала, что вот она и бегает у меня, поэтому я такая взрывчатка. Ну ладно, думаю, потому что у нас поменялись, дедушка наш с Польши приехал, потом женился в Усть-Яне, а в Усть-Яне-то бабушка-то там ребенком была, она там когда уже выросла, они там потом поженились и приехали вот на этот Бурлигин с катками. Вот, и там 13 детей было. И вот после того вот не знаем, а кто мы на самом деле. Наш народ очень гостеприимный, очень хороший, и накормят, и напоят, и спать уложат. Откликнуться на все, да, на любое, это самое, вообще. Я горжусь, например, своим народом, горжусь. И Россией горжусь, и вообще. У нас народ очень хороший. Добро пожаловать, гостюшки дорогие. Горки-ле. Так, столук наш. Все верно? Да отведайте наши блюда рыбные. Гусь свежий. Прислали из русского устья угощение специальных праздников наших. Костению тут. Это наша знаменитая рыба, чир. Рыба-чир, пирог рыбный, все же рыбные. Все блюда наши рыбные. Это здесь, Алина? Милостиво, спасибо. Русскоусинцы, он 1988 года. 35 лет будет, вот с третьим. Да, организатор этой, вот Юлия Галюновна, брат Вениамин Гаврилович. А до этого он все время, ну как бы вот, не на постоянной основе, не на постоянной основе, но всегда он, я допустим, приехала сюда работать с 73-го года. С 73-го года в той или иной форме он все равно существовал. А можете сказать, сколько у вас в репертуаре песен, плясок? Много. И частушки там есть, и байки есть, и загадки, и пословицы, и поговорки. И частушки? Давай. Ну давай, как они вот так. Я сидела на комоде, сила косточку по моте, по бокам карманчики, да, чтоб любили мальчики. Я по-русскому иду, да сворачу налево, в канцелярию зайду, кому какое дело. Мы по-русскому ходили, в сельский клуб мы заходили, посмотрели на кино, да вертормашками оно. Как на Ганинском прилуке балаган большой стоит, да балаган большой стоит, да в нем качал большой кипит. Вот качал, да на дашал, да на перенек прах ушел. В русско-усинскую заимку гусь-гуменник прилетел, вновь приезженний товарищ моей милкой завладел. Нет, еще частушки, еще на другую мелодию же ешь. Та-та-та, да-ра-да-ти, да вот это вот еще ешь. А тут-то мы по-быстрому как бы шпели-то ее. Я любила глаза голубия, и любила я их целовать. Я любила швиты полевия, и любила я их собирать. Скоро-скоро придется расстаться, Но не скоро придется забудь. Скоро горькие слезы больюся, На мою изборевшую грудь. Я любила швиты полевия, и любила я их собирать. Я любила глаза голубия, и любила я их целовать. Скакал Скопин, про Скопина, Шульская. Это вообще-то на основании действительных событий. Реальных событий. Скакал Скопин тут, с горы на гору, Он мелкий те ажорья перепрыгивал, Он круглые те ажорья, чем без ног спущал, Он граж болота востом зашелал. Прижатка Скопин во посольский дом, Во посольский дом избу съезжую. Садится Скопин на ременчатый стул, На ременчатый стул, за дубовый стол, В аккурат, пока не стала. И выдергивает он гумажечку гербовую, Да достает он чертачки аркадские, И берет он перо лебединное. И пишет он письмо тому цару шведскому. Ты, шведской мой король, Будь до меня, как старший брат, Дай до мне вспоможение великое. Одолела круг меня тварь поганая, Не дает мне ни пройти, ни проехать. А потом-че вышел он во шведу руж, Да выходил в храмы высокие, И клал он молебны низкие. Ты, пришвятая Богородица, Помоги нам одолеть эту тварь поганую. Музей музыки и... Да, фонотеки, наверное. Там же есть фонотеки, наверное. Там, по-моему, есть даже вот эта запись, Вот эта, про Скопина, В исполнении нашего сказочника. Стариката вот этого, Шнегера. Егор Семёнович Киселёв. 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 Прозвище у него Шнегеровка. А он ещё от отца научился. Отца звали Семёна Петровича. Вот обычно они начинали сказку какую-нибудь, говорили, Что в некотором царстве, в некотором государстве... В одну пору. Ага, в одну пору жевал царь. Жили они хорошо. Но одним худо. У них не было детей. И стали они молебны служить, приклады прикладывать. Говорят, дай нам, Боже, не то сына, не то дочь. При старости на замену, при младости на утеху, При смертном часе на помену души. Жили-жили в одну пору. Оказалось, оно в интересном положении. Царица-то. А сам по себе она щебеткая была. Наши дошельные говорили, И она-то из коски в коску, например, в новомозку. Утром зору посмотрите. То есть она как заря утренняя была. Такая кричевая. Нечасы истекли. Родился. Бог дал сына. Как на травушку упал, окрестили. Обыли. И Ивановна нарекли. Вот парнишка уже по надворью ходит. Ручком-то мальчиком играет. С ребятишками играет. Старых людей... Уважат. Отца-мать их почитать. И на этом пока. Вот начало такое. Обычное. Обычное начало. Такое начало. У нас, допустим, когда ребенок родился, говорили, не родился, а на траву упал. На травушку упал. На траву упал. Это знаете почему? Потому что, ну, повитухи же, бабушки же принимали. И какие условия там? При свечке. Слава Богу, свечка. Лучина была. Может, даже и при лучине. Лучина была. И вот женщина, ну, интересное положение, значит, понесла. Забеременела, значит, понесла, говорили. И готовились этому. Собирали траву чистую. Чистую траву. И собирали ее, отдельно ложили. И в таз слаживали. Когда женщина рожает. Ну, и все это прочее. Это, значит, на траву упал. Я, например, не в больнице родилась, а этот. Ну, я тоже. Избушки. Тетя Катя Габышева, тогда вот, ее четка родная, роды принимала у моей мамы. И она, знаешь, чего? Шара была. Она хорошая родилась. Говорит, кто хороший родился, то, значит, это, если шторм какой-либо там, что-нибудь погода, они-то нижнее белье, значит, это трясут. Трясут. И тогда погода... Погода утихомироваться. Утихомироваться. Шумел, горел пожар московской, Дым расчилался по реке, На высоте щены кремлевской Стоял он широм в суртуке. Стоять о великой песне. Тутчас громом прогремела, Триня ровно дождик лил, Эх, к нам приехал Божь нежеланный, Знаменитый Господин. Он родимый предполками, Шизем соколом летал, Сам ручком солдатским правил, Сам он пушки заряжал. Тут одна злодейка пуля, Свяпу царскую пилашь, Знать убить, чего хотела, Но на землю улеглась. Верь на свете промахнули, Швей император руши дел, Шляпу снял, перекрещил, И он снова в битву полетел. Швей император руши дел, 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Немножко повезло, как северному району, в том, что у нас носители, как-то более компактное проживание носителей, и потом он же у нас умост многонациональный. И есть несколько таких приоритетов, где есть русское население, то есть старинное русское село, русское устье, и, конечно же, сородичи, которые раньше жили в селе Айотну, которые с нами роднились, испокон веков, почти 4 века в этом году. Селу будет 385 лет. Поэтому историческим образом так сложилось, что мы не могли бы без этого симбиоза жить. Есть песни, которые сугубо чисто вот новгородские, по которым новгородцы нас принимали за своих. То есть, услышав эту песню старинную русскую, они говорили, ой, это же наша песня, то есть принадлежность по песне. Но сколько принесли? Ну, по крайней мере, очень старых, где-то более десяток, 12-15. Но есть еще же обрядовые, календарные. Мы вот больше сейчас стараемся, у нас же фольклорно-этнографический ансамбль, не вокальный, а именно фольклорно-этнографический. Поэтому у нас идет большая нагрузка языковая. То есть мы стараемся вот бытовой язык, тот старинный язык, тот старый диалект поддерживать, значит, и образцы какие-то давать, ну, для молодых. Вот, исполнять. Но мы в ансамбле, например, у нас совсем старинных, где-то 12 песен примерно, очень старых. Потом песни до нас дошли в основном, они же не столько песни, сколько песнопения. Это очень длинные баллады, это очень довольно-таки много куплетные произведения, опевания, да, то есть те жанры, которые как бы, ну, сейчас в современном творчестве как бы не наблюдаются. Вот. Ну, это мы сохраняем, стараемся, да. Ну, вот 12 песен таких исторического плана, они обязательно вот используются при гастролях, и когда мы населению показываем, значит, у нас спутники есть, эти довольно много молодых людей. Ну, когда бывают очень большие мероприятия, вот я скажу по Великому Новгороду, в 12-м году, мы даже специально не приглашали, но приехало так много земляков туда, в Великий Новгород, все, кто мог туда добраться в это время, в сентябре. Мы сами не ожидали, чтобы было очень много молодых. Ну, старики тоже были, но вот именно молодых много было. Это наши дети, внуки, дети взрослые, и еще они совсем взрослые, учащиеся в основном, да, студенты. Земляки как-то тянутся, ученики, всегда поддерживают. У нас есть спутники, детские ансамбли, детские отделения, школьные есть, дошкольные. Вот сегодня, сейчас, может быть, даже повезет, и вот увидим мы с вами девочку маленькую, которая вместе с мамой приехала сюда на сцену, как говорится, уступать. Ну, мы начинаем прямо вот от года и дальше. Если они действительно пришли, как государь, как говорится, люди, да, то, естественно, вот это понятие государства, отечество, значит, вот родина, это еще оттуда идет. А тем более, живя вот на таком рубеже, где дальше нас уже никого нет, как говорится, то я считаю, я вообще считаю, я с людьми очень много работала, я всегда об этом тоже думала, почему вот они такие. Они очень ответственные к этому делу, что вот если все вдруг, и кто тогда будет за эту землю. Поэтому они возвращаются, молодые люди возвращаются. Они заканчивают учебные заведения, обзаводятся семьями. И есть такие, сейчас у нас опять очень много маленьких детей в самом селе. Они возвращаются, они очень любят эту землю. И потом ответственность высокая, что ты все-таки непростой, ты с русского, дальше тебя никого нет. Ты как на посту, ты должен там быть. Соловей, кукушечку, куга, ворогон, поичим, кукушечка, к нам в асиро и бой. Во сером барочке гнездичко собьем. Во сером барочке гнездичко собьем, Мы ведем из гнездичка малых детушок. Мы ведем из гнездичка малых детушок, Чьи века, кукушечку, Мене соловья. Соловей, кукушечку, Куга, ворогон, поичим, кукушечка, Казань, городок. Паричим, кукушечка, Казань, городок. Казань, городочек, На крыше стоит. Казанская реченька Медом прочекла. Казанская реченька Медом прочекла. Мелкие ручьи очечки С сладкой водишкой. Мелкие ручьи очечки С сладкой водишкой. По бережку камушки Разношветные я. Третье, где шалочек, Бреша мановочек, Сама краснодевица Казань не была, сама красная девица, Казань не была, Казань не была я, Казань видела. Казань не была я, Казань видела, Казань городочек на Кашчак стоит. Казань городочек на Кашчак стоит, Казанская реченька кровью прочетла. Казанская реченька кровью прочетла, Мелкие ручьёчечки горячьи швежни. Мелкие ручьёчечки горячьи швежни, Побережь кукавушки буйной голови. Побережь кукавушки буйной голови, Буйная головушка, молодецкий я. Буйная головушка, молодецкий я, Молодецкий я, Гасче солдатский я. Буйная головушка, молодецкий я, Гасче солдатский я.